Здравствуйте, уважаемые телезрители! На АТВ программа «Открытый эфир» я Владимир Банчиков. Еще раз хочу напомнить цитату нашего классика, ну не для всех он наш классик, но для меня железный классик Владимира Ильича Ленина, который сказал, что важнейшими из искусств для нас являются кино и цирк. К сожалению, Иосиф Виссарионович не очень любил цирк, поэтому последнее слово из этой фразы он вымарил. Но тем не менее, фраза-то в народе живет. И я с удовольствием представляю гостей в нашей студии, директор Бурятского государственного цирка Наталья Борисова и советник председателя цирковых деятелей России Григорий Островский. Здравствуйте, уважаемые гости! Извините за такое длинное вступление, просто надо людей сразу настроить на такой лирический ват. Начнем, Наташа, с представления того, почему мы сегодня здесь собрались и почему вот такие уважаемые люди с Амхатовской школой приехали к нам в Бурятик. Ну, во-первых, я бы хотела сказать о том, что в эти дни сегодня у нас стартовал фестиваль, пятый международный цирковой фестиваль «Мир торжествует цирк». Мы его проводим уже в пятый раз, проводим его раз в два года. То есть для нас, для нашего цирка, для нашего коллектива, и вообще вот я уже понимаю, что для всего циркового мира России этот фестиваль достаточно важен и интересен. Помимо того, что это конкурсная программа для детей, для их развития, для получения опыта какого-то, для оценки своей деятельности вообще, да. И плюс ко всему у нас во время этого фестиваля проходят мастер-классы. Вот почему, собственно говоря, мы приглашаем таких вот именитых людей, людей со статусом в цирковом мире, которые разбираются, понимают, для именно как раз-таки приведения мастер-классов, которые получат педагогический состав этих коллективов. Ну и, естественно, детки сами будут участвовать в процессе. Фестиваль у нас длится неделю, мастер-классы у нас читаются в 72 часа, после чего педагоги получают сертификат о прохождении, значит, вот этих мастер-классов. То есть, в 72 часа это 9 рабочих дней целиком, да? Да, практически, да. И получают повышение квалификации в своей профессии. Григорий, цель вашего приезда в нашу республику, я не зря, естественно, обозначил здесь вашу принадлежность к Великому МХАТу. Вот в чем связь между МХАТом и цирком в вашем лице? Ну, так, опосредованно, МХАТ, конечно, просто продюсерское отделение, которым я преподавал, да, Игорь. А мое появление здесь вызвано тем, что в Бурятии последние годы очень активно, я бы даже сказал, у них как-то бурно развивается цирковое искусство. Я думаю, что это прямая заслуга Натальи Борисовой, вот. И поскольку мы это в нашем цирковом сообществе России видим, да, то, конечно, с нашей стороны должна быть определенная поддержка, да. Вот. Совет цирковых деятелей России занят в первую очередь тем, что он поддерживает ветеранов цирка, и во вторую, трудно выделить первую, вторую, да, но вторая часть – это поддержка молодежи, да, нашего, так сказать, циркового будущего. То есть это вот все абсолютно логично, да, вы помогаете тем, кто всю жизнь отдал цирку... — И тем, кто будет. — И приходит взамен, да, на смену. — Да, вот. Ну, поскольку вот сегодня фестиваль, да, начинается, и кроме детей на этом фестивале будет очень много педагогов, да, и педагогам тоже нужно, как уже сказала Наталья Владимировна, поддержка, какие-то знания постоянные необходимо менять, совершенствовать, да. Вот наша задача, первая, это создать здесь, в Бурятии, значит, отделение Союза цирковых деятелей России, чтобы не было такого разрыва-отрыва, да, а чтобы уже была какая-то постоянная, значит, смычка, вот, между нами. Второе, что поддержка вот в этих мастер-классах, которых сказала Наталья Владимировна, да, и третье, я думаю, что это, конечно, тоже очень важно, и просто такое ощущение должно возникнуть у педагогов, да, что вот такое чувство дружбы, локтя, такого единения, да. — Циркового сообщества. — Да, что они не где-то на периферии, на обочине, да, а что они такие же полноправные члены циркового сообщества, как и все остальные. — Замечательно. А, Наташ, сколько стран участвуют, сколько детей будут участвовать в этом фестивале, ну, какова география вообще вот нашего фестиваля? — География достаточно обширна. В этом году на фестивале участвуют коллективы из Улан-Удэ, естественно, из Республики Бурятия. У нас из Севербайкальска приехало 45 детей. То есть мы понимаем, что в Республике Бурятия цирковое дело, оно развивается, то есть оно имеет место быть, оно даже, я бы сказала, вот как Григорий Андреевич сказал, бурно, бурно идут эти процессы. То есть мы понимаем, что есть смена, что есть кадры, откуда мы можем черпать для себя уже из подрастающего поколения. Также участвуют коллективы из Ангарска. Они приезжают к нам постоянно, то есть они каждые два года, они уже приезжают, как наши члены семьи, они очень радуются этому. Вот вчера руководитель прямо, мы, говорит, так скучали, мы так хотели приехать. И вот мы очень рады, что мы уже в какой-то раз приезжаем в город Улан-Удэ на этот фестиваль. Уссулий Сибирская, то есть Иркутская область тоже очень хорошо развивается. Вот именно любительские цирковые коллективы очень хорошо развиваются. Также приехал коллектив из Амурской области и из Кемерово. Да, вот. Ну, естественно, наши друзья монголы, они тоже всегда. Ну, у них тут всегда. Да, у них всегда. Членом вот нашего компетентного жюри является Ценда Чир с ЛНГ, которая стояла у истоков создания нашего цирка. То есть она приезжает на каждый фестиваль, мы приглашаем ее членам жюри. Она педагог по эквилибристике, то есть вот как раз-таки гутаперчевые девочки, которые работают у нас в Дюссали, это ее ученицы. И у нее эта школа очень хорошо поставлена, поэтому она вот своих детей привозит. То есть она в этот раз приехала не как преподаватель, она приехала как член жюри, а ее уже внучка, она уже занимается с детьми. То есть там тоже такая цепочка. Ну, это цирковая династия. Династия, да, династия. Сын уже занимается продюсерством. То есть, ну, достаточно серьезная организация. Вот, ну, на сегодня вот у нас такая география. Григорий, на ваш взгляд, чем связан такой всплеск в нашей стране, не только в нашей стране, но и в мире к цирку вообще? И какова будущая вот любительских цирковых коллективов? Я вот лично у нас, честно сказать, ни разу не встречал, что где-то вот выступали любительские цирковые коллективы, детские, юношеские, естественно. Ну, я как бы от обратного тогда начну. Значит, на мой взгляд, да, вот насколько я погружен в тему любительских коллективов, да, это вещь, которая несет, ну, скажем так, два очень важных компонента в себе. Ну, первое, что дети получают с ранних лет какую-то, так скажем так, профессиональную ориентацию, да, и очень многие действительно остаются потом заниматься цирком. Цирк становится профессией на всю оставшуюся жизнь. И они обретают такое, ну, своеобразное счастье, своеобразное, ну, как сказать, творческое такое, значит, вот применение себе. С другой стороны, вот во многих, особенно маленьких городках, да, это своего рода такая отдушина, да, для детей. Возможность, во-первых, ну, как бы двинуться куда-то, да, самореализоваться, во-вторых, погрузиться в какое-то дело, то есть не болтаться по дворам, там, не дай бог, не курить, не колоться, не пить, да, а именно заниматься делом, потому что цирк, как ни один другой вид, наверное, искусства, да, не заставляет очень четко распределить свое время, свои силы, почувствовать свою нужность и так далее, да, в коллективе. Это очень коллективный вид спорта и так далее, спорта, искусства и так далее. Вот, это раз. А всплески я вижу в том, что, ну, как бы по большому счету, да, Россия всегда, Советский Союз, Россия, да, всегда была в лидерах циркового искусства, да, мы всегда были законодателями мод, да, в этой области, ну, и по-прежнему, в общем, остаемся там по каким-то позициям немножко, может быть, и пошатнулись, но в целом остаемся в лидерах, да, и поэтому, конечно, ну, развитие циркового искусства, да, оно проходит какой-то очередной виток, да, где-то чуть-чуть затихает, потом снова, да. Сейчас востребованность вот этих, таких, ну, скажем, усилительных, хороших, в хорошем смысле, усилительных, досуговых мероприятий, семейного плана, да, оно очень важно, да, потому что, ну, понятное дело, в какой-то момент мы, так сказать, немножко порушили наши семьи, так сказать, не укрепили. Вот, сегодня это имеет очень важный момент, потому что это позволяет крепить семью, позволяет общий культурный досуг создать, да, и позволяет детям плавно входить вот в те виды исполнительных искусств, которые более сложные, потому что цирк, он очень разносторонний вид искусства, да, тут и музыка, и живопись, и костюм, все, да. Театр, спорт, да, и ребенок, попавший там в 3-4 года в цирк, да, потихоньку, плавно, значит, вот если его регулярно вводят, да, потихоньку, плавно приучается осваивать другие виды искусства. Даже, пожалуй, важнее, чем театр кукол или там ТЮС, да, театр юного зрителя. Поэтому я вот вижу вот сейчас такая новая волна, мы уже, наши дети наелись, компьютерных игр там, всего прочего, и вот хочется, естественно, жирового искусства. — А с чем, на ваш взгляд, связан вот успех Дюссалея? Я вот лично связываю, да, ну, потому что он гремит, ну, не будем прятать голову в песок, да, не страусы, он гремит на весь мир. Мне кажется, что это моя такая абсолютно дилетантская, естественно, точка зрения, что это в первую очередь режиссура. — В первую очередь... — Такая совершенно бешеная. — В первую очередь это очень хорошо и правильно поставленное маркетинговое решение, в первую очередь. — Да, мощная реклама, очень хорошо сделанная, да, это в первую очередь. Вот. А дальше уже режиссура, дальше уже артисты, дальше уже все остальное, да, вот. Просто, как бы, ну, вот люди, которые не варятся глубоко в цирковом деле, они думают, что кроме, допустим, вот того цирка, который есть у нас в России, и цирка Дюссалея, нет ничего. На самом деле есть куча цирков других с какими-то другими, ну, как скажем, системами, да, с эстетическими другими конструкциями, да, вот. Просто они не настолько мощно раскручены, как раскручен Дюссалей. Ну, и так для широкой публики, которая этого не знает. В общем, по большому счету Дюссалей, как вид искусства, и Дюссалей, как, с организационной точки зрения, это слепок союз госциркви, ни больше, ни меньше. В 80-е годы ребята, которые потом сделали цирку Дюссалей, приезжали к нам и вот так вот ходили по коридорчикам, и все, все, все. — Учились, в общем. Просто записывали каждый шаг. Молодцы, они сумели освоить то, к чему пришли мы, да, вот наши лучшие результаты, и потом еще что-то внести свое, да, и сделать, ну, вот, следующий такой шаг, да, движение, да. Вот. Что касается особенностей такой отличительности, можно отметить два момента. Один, я считаю, ну, вполне можно рассматривать как положительный, что там нет животных, потому что многим людям не нравится, когда дрессируют животных, да, и что уж точно отрицательный, на мой взгляд, это то, что артист там обезличен, да, там все выступают либо в масках, либо в мощном гриме, да, и для артиста, который привык, вот как наш Сергей Игнатов, да, чтобы быть личностью, да, это вообще непонятно. Но для цирка это удобно, потому что если сегодня заболел один артист, да, заменить его никто не заметит, да, работают все. Тут же Москва делала. Да, конечно. То есть такой индустриальный подход. Вот. Ну, в этом есть. Но в 2011 году, если мне память не изменяет, они проданы китайцам, канадцы продали китайцам этот вице, ну, этот цирк Дизалей, у них там остались вот совсем маленький кусочек, и я сейчас вот хочу посмотреть, ну, там процесс это не быстрый, да, посмотреть, чем это закончится. Вот. Дай бог им, конечно, удачи. Ну, китайцы скупают все подряд в этом мире, полуафрике уже купили половину футбольных звезд за совершенно бешеные деньги. Наташа, вот от Григория мы услышали легендарное, так понимаю, цирковое имя Сергея Игнатова, да, расскажи вот его, как тебе удалось его к нам сюда заполучить, короче говоря, где его можно увидеть? Ну, да, Сергей Игнатов – это вообще легенда действительно циркового мира. На сегодняшний день он является единственным человеком в мире, который кидал 11 колец. То есть вот мы вчера тоже разговаривали, и понимаем, что да, на репетиции в Манеже сейчас даже некоторые кидают и 12 уже пытаются, но, выйдя на зрителя, у людей не получается. То есть там включается мандраж, там все что угодно, и до сих пор его рекорд, а он входит в книгу рекордов Гиннесса, вообще на минуточку, и является обладателем одной из 8 статуэток, вообще их всего 8 в мире, он обладатель одной из них, то есть как лучший цирковой вообще артист мирового уровня. То есть это величина огромная. И вот правильно ты спрашиваешь, как удалось. Если ты помнишь, у нас в октябре-ноябре месяце были гастроли в городе Якутске. И вот как раз в период наших гастролей Сергей Михайлович работал в якутском цирке, ставил ребятам как раз таки вот джонглирование. Причем достаточно серьезные, там были подходы, там надо было на лошади делать вот какие-то вот эти вот все трюки. При всем при том, что у Якутов школа китайская, достаточно серьезная школа, но все равно Игнатов приехал, говорит, что все вообще не так, все неправильно. И он переучивает ребят. По-своему. Да, да, то есть как это надо, то есть вообще как это нужно делать, для того, чтобы научиться вот хотя бы там приблизиться к его результату, будем говорить. Вот тогда мы там познакомились. То есть знакомство наше было такое достаточно продуктивное, я скажу, поскольку мы с того периода постоянно общаемся, созваниваемся. Еще он является супругом Мариной Осинской, которая три года назад приезжала к нам. По гранту Министерства культуры она ставила нам туго натянутую проволоку. То есть вот мы тогда купили реквизит, и она нас вот как раз-таки тоже обучала наших ребят этому жанру стоять на туго натянутой проволоке и делать там какие-то трюки. Ну, конечно, до уровня Осинской тоже надо дорасти, там тоже звезда мирового уровня, то есть вот такая звездная пара. И мы предложили Сергею приехать к нам в Бурятию, как раз-таки поучаствовать в фестивале, быть председателем жюри, ну и, естественно, дать мастер-классы. То есть вот такая история. У меня тут же возникает такой вопрос, он вот будет в нашей передаче завершающим. До скольки лет в цирке, в принципе, можно работать? Я не имею в виду сейчас воздушных гимнастов, акробатов, а вот уровня Игнатова. Есть какой-то возрастной предел или нет? Это только человеческие, личностные возможности и качества. Ну, вот я занимался, я так скажу, меня приглашали в Дублин на съезд всемирный, такой бывает раз в четыре года, профсоюзных организаций творческих, из разных-разных стран, со всего мира. И, в частности, обсуждался вопрос, со скольки начинают в России заниматься цирком и до которого возраста. Вот я скажу, что были примеры, когда дети уже в четыре года выходили, но сейчас с этим очень жестко борются, стараемся все-таки, чтобы раньше, в 16 лет... Везетный отпор. Да, да, ну и вообще не попадал. Лучше пусть идет в ГУЦИИ, там учатся как-то, да, там еще где-то, потому что, кроме работы на манеже, да, это целый комплекс проблем, связанных с бытом, да, переездами, там, прочее, прочее. Это вот как бы одна вкратце. А что касается возрастных ограничений, ну вот тоже мы постоянно на эту тему разговариваем, что все-таки хочется видеть в манеже, да, красивого молодого человека, девушку или парня, да, вот. И поэтому, в принципе, возможность вот Сергей может и сейчас кидать. Ну, пусть, допустим, не 11, но 9 колец. Это все равно будет очень сильно, но ура, да. Вот. Но другое дело, что лучше будет симпатичная девушка кидать 7 колец, чем... Я надеюсь, что это не касается клоунов, потому что чем старше клоун, тем он колоритнее. Это и Карандаш, и Юрий Владимирович Никулин, и там кого-нибудь возьмут. Да, сейчас есть у нас Евгений Бердарович Майхровский. Это человек, который легенда тоже, он как бы возглавляет лидирующую такую, ну, скажем, десятку, да, наших клоунов, даже пятерку, я бы сказал, вот так, российских. И практически он остался сегодня единственный клоун, который разговаривает. У нас, если заметили, клоуны перестали разговаривать. Это большая беда, вот, потому что... Очень надо как-то говорить. Они не видят мотив в этом. Они ориентируются на Запад, ну, на поездки, да, так проще, чем учить язык, да, там, и репризы на языке, да, и напрягаться, разговаривать, да, проще вот работать с свистками, да, со свистком. Вот, поэтому вот такая вот штука. Ну, вот, шикарный. Ему уже, значит, ну, под 80, или 80 вот сейчас было, и он продолжает, ну, вот, реально радовать людей своим искусством. Замечательно. Дай бог ему еще как можно дольше радовать искусство, тем более на пенсию выходить вообще рано. С последними веяниями. Огромное спасибо за участие в программе, но прежде чем мы завершим, я хочу, чтобы вы обратились к нашим телезрителям. Наташа, пожалуйста. Уважаемые наши телезрители, все, кто смотрит телеканал АТВ, я с большим удовольствием приглашаю всех на Всемирный фестиваль «Мир, где торжествует цирк». 23-го числа в 13 часов у нас будет гала-концерт. Можно будет окунуться в эту феерию, посмотреть на всех ребятишек и, ну, порадовать себя и своих близких. Спасибо, Наташа. Григорий Андреевич, пожалуйста. Дорогие друзья, я хочу вам с высоты, так сказать, своего опыта и половине сказать, что у вас в Бурятии замечательный цирк. Его искусство интернациональное и очень такое радостное, да, и мне вот то, что я уже смог увидеть, да, очень понравилось. И я думаю, что вот еще за эти дни, которые ожидают нас до гала-концерта, там подрепетируют ребята свои номера, да, и они будут вообще блестящие. И вообще у Бурятского цирка большое будущее, на мой взгляд. Поэтому я присоединяюсь к приглашению Натальи Владимировны и зову вас всех в парк Орешкина, в Шапито. Спасибо большое. Люди обязательно услышат, у вас будет аншлаг, в этом я не сомневаюсь, даже не один раз, наверное. Уважаемые телезрители, напомню, что гостями программы «Открытый эфир» была директор Бурятского государственного цирка Наталья Борисова и советник председателя Союза цирковых деятелей России Григорий Островский и Владимир Ванчиков. Прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Увидимся в цирке.